Сегодня в столице Латвии начал работу Европейский форум, саммит Восточного партнерства. В Ригу съехались практически все руководители стран Евросоюза, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Алан. Проект ЕС направлен на интеграцию с шестью странами Восточной Европы, с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией, Азербайджаном и Белоруссией. Все делегации с Востока также представлены на самом высшем уровне. Безусловно, на повестке дня ситуация в Украине, но в целом список тем намного шире. На европейском саммите работает корреспондент Артивяев в Балтийском регионе Евгений Эрлих. Здравствуйте, Евгений, и вам слово. Здравствуйте. Ну знаете, наверное, будет справедливо сказать, что Рига вот на эти два дня стала столицей Европы. Здесь бок о бок, наверное, буквально толкаются локтями. Сегодня все главные политики континента. Но если кому-то из наших телезрителей вдруг покажется, что саммит Восточного партнерства это такая вот игры богов, они там, олимпийцы делят как-то что-то, а нас здесь это не касается, то это будет, в общем, большим заблуждением. Достаточно вспомнить предпоследний саммит Восточного партнерства, который проходил в 2013 году в Вильнюсе. И тогда президент Украины Янукович должен был подписать документ об ассоциации с Евросоюзом. Он этого не сделал, и возмущенные киевляне, соответственно, вышли на Майдан. И сегодня вот та ситуация, которую мы имеем, как раз берет корни именно из саммита Восточного партнерства. Так что это довольно важная история, она действительно касается всех нас. Чего, собственно, ждать от встречи в Риде? Ну, конечно, будет проговариваться ситуация по Украине. Все главные действующие лица, кроме Владимира Путина, уже здесь. Это и Порошенко, и Меркель, и Оланд, и чиновники от Евросоюза. Хотя, как говорят аналитики, никакого прорыва на украинском направлении не ожидается. Тогда в чем, собственно, суть происходящего? И вот тут вот в двух словах, наверное, нужно сказать об истории. Шесть лет назад Евросоюз решил, что называется, двигаться на восток, расширять свое экономическое и культурное влияние. Подразумевалось, что европейский уровень жизни будет привлекательным и для их восточных партнеров. Самым крупным партнером, конечно, была Россия, но у Кремля была своя стратегия развития. И таким образом, вот, заинтересовать Европе удалось лишь страны меньшего масштаба. Украину, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Армению и Беларусь. В общем-то, суть очень проста. ЕС готова широко открыть ворота для этих стран, пустить их товары, например, на свой рынок, изменить визовый режим или совсем отменить визы, предоставить им на льготных условиях свои европейские технологии, помочь со специалистами. В общем, приблизить эти страны к европейским стандартам. Чего же хочет Евросоюз от этих стран взамен? Структурные реформы в политике и в экономике. То есть, бывшие страны СНГ должны начать жить по законам демократии. Выборность властей, свобода слова, свобода конкуренции, свобода бизнеса, обеспечение прав человека, опять же, независимость судов. Иными словами, эти страны должны быть для Европы понятными, предсказуемыми и дружественными. И вроде вполне отразумные требования, но тем самым ЕС вторглась на территорию влияния России. И страны стали перед выбором, с кем им идти дальше. Кто их главный партнер, Россия или Европа? По сути, саммит, если так можно выразиться, это такая сдача экзаменов. Кто и провел реформы? Кто готов стать настоящим партнером Европы? А кто еще в пути? Украина, Молдавия и Грузия готовы к подписанию ассоциаций с ЕС. Правда, когда теперь это случится, никто точно сказать не может. С Молдавии Евросоюз уже отменил визы, и это огромное достижение для Кишинева. Украина и Грузия надеются, что для них также снимут все визовые ограничения уже в следующем году. Армения сегодня продает треть своей продукции в Европе, но одновременно состоит в таможенном союзе с Россией. С Арменией Европа ищет свои какие-то особые формы сотрудничества. Ну и со всем это особняком стоят Азербайджан и Беларусь. И прежде всего их критикуют за недемократическое правление и нарушение прав человека. Тем не менее, и этим странам Европа готова предложить ряд льгот. Каких нам предстоит узнать в ближайшее время, пока никаких каких-то громких заявлений от политиков мы не слышали. Точнее, мы их ждем. Ну и мы видим, что европейские политики так или иначе хотят изменить культурную и экономическую карту Европы, расширить свое влияние. Но есть один игрок, который категорически против вот такого европейского вторжения на свою территорию и имя этого игрока России. Так что европейцам так или иначе придется учитывать интересы этого гиганта, как-то договариваться, находить общие точки пути соприкосновения. А мы в течение этих двух дней можем как-то оценить, заглянуть что ли немножко в будущее и понять, каким будет мир завтра и послезавтра.